МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите новости на телеканале 1-й Карагандицкий, в студии работы Исайя Балмакаев. Здравствуйте. Вначале о главном. Аким Карагандицкой области и Женец Касымбек с рабочей поездкой побывал в Балхаше. Глава региона проверил готовность города к отопительному сезону, ознакомился с ходом строительных работ, а также встретился с активом города. Неблагоприятная летняя погода сказалась на урожае зерновых, как следствие повышения стоимости хлеба. Сегодня власти пытаются стабилизировать цены, закупая муку и зерно в стабилизационный фонд. Сотрудники полиции и общественники спасали жертв сутенеров и работорговцев. В Караганде прошло международное стимуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми. Аким Карагандицкой области и Женец Касымбек с рабочей поездкой побывал в Балхаше. Глава региона проверил готовность города к отопительному сезону, ознакомился с ходом строительных работ, а также встретился с активом города. В настоящее время в очереди на жилье в Балхаше числятся 1300 человек. На воселье ждут еще и 5000 вкладчиков жилстроя Сбербанка. Темпы строительства не остались без внимания. Аким области показали микрорайон Самал, где за последние годы построено 10 домов. В этом году начали возводить еще одну 45-квартирную многоэтажку. Получаются договорные, заключаются договора. Мы это, в этом 20-го числа, мы уже начинаем строительство 18-го дома арендного жилья. Это тоже такой же проект, 45-квартирный. Также Женец Касымбек посетил филиал Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». Он открылся в Балхаше этим летом, и в нем уже отдохнули около 2000 детей. Единственная проблема центра – это ведущая к нему дорога. Директор попросил помощи у главы региона. К нам приезжают дети со всей республики. По статистике, практически треть из них – это дети с особыми потребностями. За ними нужен особый уход. Также глава области побывал на Балхашской ТЭЦ. Это один из старейших объектов. Он действует с 1938 года. Станция получила паспорт готовности к отопительному сезону. Мощность – 460 гигакалорий. Тепло уже подают, согласно графику. А в поселке Кунерат Акиму области рассказали о состоянии котельной. Она была построена еще в 1968 году. Раньше находилась в ведомстве Казахмыса. В 2013 году ее передали городу. Сейчас оборудование и котлы изношены на 85%. План по решению этого вопроса глава региона озвучил в ходе встречи с активом Балхаша. ПСД есть. На уточнение республиканского бюджета пойдем. Сумма большая. Будем бросить республику и министерство поддержать. Почти более 3 миллиардов тенге на эту котельную. Необходимо бесперебойное теплоэнергообеспечение. Мы знаем, что там были различные инциденты в течение прошлого года. Поэтому вопрос приоритетно будет решаться. На заседании городского актива обсудили и другие актуальные проблемы Балхаша. Речь шла об инфраструктуре, водоснабжении, теплоснабжении, экологии, ценах на продукты и благоустройстве. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Урожай пшеницы собрали. А цены на хлеб не только не стали ниже, а еще и выросли на 5-10 деньги. Причиной повышения цен называют плохую летнюю погоду летом. Осень. Время пожинать плоды труда сельхозпроизводителей. И, казалось бы, цены на многие продукты питания должны стать заметно ниже. Но не тут-то было. Главный продукт стола любой казахстанской семьи хлеб подорожал на 5, а местами и 10 тенге. На первый взгляд цифра незначительная, но на общей сумме чека покупателей отражается заметно. Поставщики причины резкого скачка цен не объясняют. Где-то уже с недели, как 95, нам привозят по 88. Ничем они не объясняют. Еще и говорят, что постепенно будет все поднимать. До скольки, не знаю, по-моему, до 100. А вот люди жалуются? Да. Поначалу жаловались, да. Все равно берут. Карагандинцы такой ситуации возмущены. Страна хлебная, а цены все время растут. Но деваться людям некуда. Кормить семью нужно. Если честно говоря, я иду в магазин и даже не спрашиваю. Говорю, дайте мне две булки хлеба, батон, гречку, молоко, сахар. Есть хлеб, который 110 тенге, 100 тенге. А мне все равно, я цены не спрашиваю. У нас вроде бы Казахстан, столько степей, столько пустых мест. А цены у нас как будто с германией нам. Даже хлеб уже как будто с германией нам возят, если честно. По сути это так. Все дорожает, зарплата при этом нифига не дорожает. Я сюда пришел купить хлеб, посмотрел на цены, 95 тенге. Это много. Зарплата маленькая. Не думаю, что мы осилим. Тем более, каждый день по три хлеба покупать студенты, семья. Чиновники ссылаются на неблагоприятные погодные условия. Жаркое засушливое лето стало причиной низкого урожая злаковых культур. Зерна в этом году собрали на 151 тонну меньше, чем в прошлом. Пшеница убрана с площади. 627 тысяч гектаров. При средней урожайности 10,4 центра гектара. Намолочено 648 тысяч тонн пшеницы. Несмотря на сложившиеся погодные условия, самый высокий урожай зернов получен с его хостовар производителями. Абайского 14 центра гектара. И Асакаровского района 12 центра гектара. В областной стабфонд закупили 100 тонн муки. В ближайшее время приобретут еще 400. Эти меры должны сдержать цены на хлеб в регионе. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сотрудники полиции и общественники спасали жертв сутенеров и работорговцев. В Караганде прошло международное симуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми. Мероприятие организовано Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре совместно с Карагандинской академией МВД при поддержке офиса программы ОБСЕ. В этом году в Карагандинской области зафиксировано около 12 случаев рабства, незаконного лишения свободы и торговли людьми, нередки случаи сексуальной эксплуатации и принудительного попрошайничества несовершеннолетних. Тренинг организовали Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре совместно с Карагандинской академией МВД Республики Казахстан. Смоделированная ситуация разворачивается в одной из городских саун. Здесь оказываются сексуальные платные услуги. После этого они визуально установили, что здесь имеется преступная деятельность, то есть эксплуатация девушек, иностранок, которые принудительно оказывают сексуальные услуги. Как вы видели, прошло здесь задержание, был контрольный закуп, администратора сауны задержали. Здесь также находились клиенты и освободили девушек из рабства. В роли сутенеров и проституток – курсанты Академии. Обучение проходят сотрудники правоохранительных органов и государственных органов, а также неправительственных организаций. Всего в работе тренинга принимает участие более 80 человек. Опыт таких симуляционных мероприятий уже известен в Италии. С 2005 года на постоянной основе проводится в Нурсултане. Со стороны может казаться, что это просто квест, это какая-то определенная игра, но на самом деле это не так. Например, после проведения такого тренинга в Италии, буквально через месяц участники тренинга спасли девушку из ситуации сексуальной эксплуатации, а после первого международного тренинга, который проводился тогда еще в Астане, в прошлом году, участники тренинга опять же спасли большую группу граждан Узбекистана. Основной целью тренинга является совершенствование системы реагирования на конкретные ситуации торговли людьми, своевременное выявление и оказание помощи пострадавшим, привлечение виновных лиц к ответственности. Образовательные мероприятия такого характера в нашей стране регулярно проводятся, в том числе для пограничных служб и сотрудников авиационной безопасности. То есть мы сейчас не ограничиваемся, мы вовлекаем непосредственно уже всех участников, кто может предотвращать торговлю людьми, и в этом либо в следующем году запланировано в городе Алматы проводить такую же симуляционную отработку, полностью с пересечением государственной границы, и уже с помощью сотрудников профайлеров пограничной службы мы будем пресекать учебные занятия, пресечения канала, вывозы девушек в Арабские Эмираты. В рамках учений курсанты освободили из трудового рабства иностранцев, работающих на ферме, обнаружили притон и приняли участие в импровизированном суде. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Правительство для граждан. Активность горожан растет. Вместе с этим возникает необходимость в быстром получении услуг. Получить свидетельство о рождении, оформить пособие или встать в очередь в детский сад. Теперь можно не выходя из дома. О нововведениях рассказали на брифинге региональной службы коммуникации. За 9 месяцев текущего года оказано 116 018 государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Из них 38 471 услуга через портал электронного правительства. А теперь даже на сайт заходить не обязательно. Ввиду высокой жизненной активности возникает необходимость в быстром способе получения необходимых услуг. С целью автоматизации большинства важных жизненных процессов был запущен телеграм-бот ЕгоКИЗ-бот. С помощью данного мессенджера казахстанцы могут получать 20 видов услуг, а также воспользоваться реальными сервисами. Все это за считанные минуты, не выходя из дома или офиса. Сегодня в телеграм-бот можно получить 20 видов госуслуг. Через бот ВКонтакте 19, а в Фейсбук доступны 15 услуг. Пользователь ведет диалог с виртуальным консультантом и получает всю справочную информацию без перехода на портал ЕгоКИЗ и электронной цифровой подписи. Достаточно подтвердить запросы смс-паролем. Для граждан, которые хотят научиться навыкам использования мессенджеров или соцсетей при получении услуг, сотрудники филиала государственной корпорации правительства и граждан проводят обучение. Стоит только обратиться в сектор самообслуживания в любой из фронт-офис нашей государственной корпорации. Также при поддержке Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области филиалом проводится совместная работа по обучению студентов вузов навыкам использования портала электронного правительства и телеграмм ботов и ботов других соцсетей при получении услуг. Ритм жизни граждан из года в год повышается, и вся проделанная работа призвана сэкономить их время. Для участия в третьем этапе проекта «100 новых лиц» еще можно успеть подать заявки. В конкурсе сможет принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет, проживающий как в Казахстане, так и за его пределами. Заявки можно подавать на специальном сайте до 20 октября. Проект «100 новых лиц Казахстана» продолжается и набирает свои обороты. В стране стартовал третий этап. В этом году немало изменений. Например, теперь можно самому подать заявку на участие в конкурсе. Раньше это делал трудовой коллектив или общественная организация. Если ты успешен во всем и хочешь поделиться своей историей, то этот проект – хорошая возможность. В этот раз акцент решили сделать именно на молодых и успешных. И это неспроста, ведь именно 2019 год объявлен годом молодежи в Казахстане. Подать заявку могут граждане до 39 лет по шести направлениям – наука и общество, бизнес и спорт, а также культура и медицина. Подать заявку на участие в проекте можно до 20 октября. Дальше следует этап голосования, заседание специальной комиссии. Итоги проекта подведут в декабре на презентации с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева. В прошлом году победителями стали 29 человек. Среди них чемпион мира по спортивной акробатике – карагандинец Никита Амоскин. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. С победы начала свою выездную серию хоккейная команда «Сарарка». В Перми карагандинские «Орлы» играли против местного клуба «Молот» при Камье. Встреча завершилась со счетом 1-2. Не обошлось и без грязных приемов со стороны хозяев. Стартовая 20-минутка получилась вялой. Команды лишь 7 раз бросили по воротам. После первого периода счет так и не был открыт. После перерыва игра оживилась. «Сарарка» смогла захватить инициативу и подолгу гостила в зоне «Молота». На четвертой минуте хозяева льда остались в меньшинстве. И Александр Панков вывел карагандинцев вперед. 0-1. После заброшенной шайбы «Сарарка» продолжала держать в напряжении оборону соперника, заработав еще одно большинство. И тут с самой лучшей стороны проявил себя Александр Панков, оформив дубль 0-2. Третий период обе команды начали нервно. Хозяева позволяли себе грязную игру. В результате чего сразу две драки случилось менее чем за минуту игрового времени. Свою единственную шайбу в матче «Молот» забил в большинстве. Концовка матча получилась нервной и напряженной для «Сарарки». Но команда выстояла и удержала победный счет 1-2. Считаю, что наша сторона была хорошая игра в плане движения, катания. Хорошая работа. Такая хорошая, считаю, самодача. Чуть-чуть концовочку смазали немножко. Этим удалением в зоне атаки. Понравилось, что наконец-то у нас прорвало большинство. Забросили две шайбы. Ребята болельщиков с победой. Прогресс не хочется говорить. Ладно, не буду говорить прогресс. Но грязи сегодня было очень много. Мне это не очень понравилось. Мне жалко своих игроков. Удрученный поражением наставник «Молота» не согласился с Леонидом Тамбиевым. Павел Десятков заявил, что умышленный удар в спину – это лишь мужская борьба. Я не соглашусь с коллегами, что тут была грязь, ломали игру, пытались вернуть ее в свое русло. Это мужская борьба. И тут излишняя грубость, да, может быть, была она, но не грязь. Не борьба, а же спину толкать. Ну, это единичные моменты, это не грязь. Про это я и говорю. Это грубость, это не грязь. Грязь на улице. Следующий матч «Сара-Арка» проведет 18 октября в Ижевске против клуба «Ишсталь». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Будьте с нами, узнаете новости первыми. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!